Всем привет от грустной Наташи. Все плохо. Мейзу пытается отобрать из УТЕ пальму первенства в звании урод года. Эппл ухудшает айфон 10. Все пропало. Ужасные новости для купивших OnePlus 5. HTC такие отказались от рамок. Кошмар. Майнеров заставят платить налог за воздух. А вот это, пожалуй, хорошая новость. Нет. Кореец, который не смог, и китаец, у которого получилось. Пытаемся найти в этом хоть какой-то позитив. Немного о тоскливых завываниях и движущихся черно-белых картинках. Приступим. Если вам показалось, что я немного расстроена, то вам не показалось. Айфон 10 предзаказать не успела, их размели буквально за 3 минуты. Дата поставки 20 декабря. На ebay предзаказы продают по 2,5-3 тысячи долларов. Полный провал продаж и все такое, ага, как обычно. Оперативного обзорчика от меня не ждите. А еще я заболела. Попросила у начальника больничной, говорит, не положен. Еще и дождь на улицу. Я очень и очень болен. Пало бы в полную депрессию и бессилие, если бы Валя и Женя не подсадили меня на игру Guns of Boom. Это реально большой мультиплеерный PC-шутер, но для смартфона и лучший способ борьбы с осенних Android. Причем в любом месте. Лежу, фигачу и вымещаю всю свою боль. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. Представляю на месте врагов перекупщиков айфона. Как думаешь, пригодятся тебе теперь твои 10 айфон 10? Я вообще никогда особо не любила шутеры на мобилках, потому что очень сложно бегать, целиться и попадать без мышки. Но тут и играфон приятный и играть нереально удобно. Оно само стреляет, как только наводишь на врага. Вот, например, вот так. Оружие, гора. Пистолеты, автоматы, снайперки, но у мой личный фаворит. Автомат-разрушитель. Разрушаю ваши планы. Иди отсюда, чувак. Откуда пришел? Туда я ушел. Так, свои ребятки. О, ладик. Удобно, короче, всталом. Потому что... Эй! В смысле? Потому что тут как раз спаунятся владики. Это что, Наташа шарит. Возможности по кастомизации уйма зацените. Кстати, как приоделась. Масочка, стильный костюмчик. А вот на эту коровку я еще коплю. Жаль, конечно, только что нельзя играть бабой. Сейчас проходит ивент, посвященный Хэллоуину. Поглядите, какую дичь дают. Так-то мне наряжаться лень, а в игре прикольно. Короче, нет времени объяснять. Ссылка в описании. Качай, добавляй меня в друзья. Гусеница Ло. Поиграем вместе. А ну иди сюда, что-то он уже со всеми своими друзьями занял очередь за новым айфоном. Обожаю китайские компании. Только подумал, что уже видел все, как они берут и показывают нечто. На прошлой неделе вот выкатили два склеенных дверной петли и смартфона. А на этой неделе в сети появились фотографии нового смартфона X2 от Meizu. Но к ним нужно немножко подготовиться. Итак, вдохните поглубже. Китайцы, очевидно, находятся в восторге от собственной идеи размещать дисплей сзади. Решили учесть критику и оформить спинку не как дверь смарт-холодильника. У них получилось. На холодильник не похоже. Точно. Лично для меня при взгляде на X2 самое сложное подавить свое воображение выдающей ассоциацией. О характеристиках и цене пока ничего неизвестно, но предположительно, как и у предыдущего смартфона X они будут на среднем уровне. Смелые Meizu, ребята. От А-брендов подобной дичи уже не дождешься максимум, на что они способны, это смартфон с моноброгью. С нетерпением жду новых фоточек и подробностей. Кстати, о злополучном, никому не нужном айфоне с челочкой. На неделе сеть взорвала новость о том, что Apple ухудшает десяточку. И нет, речь не об очередном релизе обновлений для iOS 11. Агентство Bloomberg распространило якобы инсайдерскую информацию о том, что купертиновцы разрешили партнерам снизить требования к тестированию продукции для наращивания темпов производства. Речь идет о допусках при тестировании инновационной системы iPhone X Face ID. Apple задала слишком высокую планку по точности сканирования лица, из-за чего большая часть компонентов не проходила тесты и отправлялась обратно в переработку. Поставщики стонут и не успевают произвести достаточное количество десяток к старту продаж. Что делать? Понизить точность распознавания, повысить процент выхода годных модулей. Вероятность сложного срабатывания в Face ID миллион к одному. Против 50 тысяч к одному у Touch ID. Сделай, скажем, 100 тысяч к одному никто не заметит. Джобс не одобрил бы, но зато больше людей получат свои долгожданные афончики. Apple тут же выступила с опровержением, мол, мы, конечно, рады ажиотажу вокруг нашего нового девайса, но точность не снижали и качеством не поступимся. Приходите 3 ноября в магазины и убедитесь в этом сами. Не знаю, кому в данной ситуации верить, но судя по тому, что в ближайшее время десятки у меня таки не будет, я больше склоняюсь к версии купертиновцев, которые продолжают мучиться со своим суперточным Face ID. Ну и ладно, посижу пока на 8+. Вон Стив Возняк не собирается бежать за десяткой в первые дни. Жене говорит, куплю, а себе не буду. Посижу, посмотрю, что к чему. Вот и я буду как Воз. Тем более, судя по тестам, в последней Бете 11.1 сильно улучшили автономность. Например, айфон 7 работал 4 часа, теперь 7. И почти выпилили лаги. Главное, чтобы к релизу опять не поломали. OnePlus изначально позиционировали свои смартфоны как убийцы флагманов. Те же характеристики, но в половину стоимости. И в принципе до выхода 3T так и было. На 4 месяца назад появился OnePlus 5 и лояльная доселе аудитория приняла его весьма прохладно. Да, топовое железо, да, две камеры, но дизайн-то устаревший, а цена лишь чуть дешевле о брендах, да и вообще. Флагманы уже убежали вперед, как же ты их убьешь, OnePlus 5, если ты жирный. Китайцы все быстро поняли и быстро бросились исправлять ситуацию, причем настолько быстро, что случайно выложили изображение и часть характеристик смартфона на свой сайт. Итак, чем же нас порадует OnePlus 5T? Благодаря уменьшению рамок в корпус от пятерки удалось вписать AMOLED дисплей с диагональю 6 дюймов с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Само собой, места для сканера отпечатка на передней панели не нашлось, поэтому он переедет на спину и, очевидно, потеряет часть жестов управления. Начинка останется без изменений. Все тот же топовый 835 дракон, 6 или 8 гигабайт оперативки и 64 или 128 гигабайт хранилища. Разве что емкость аккумулятора чуть возрастет, а вот автономность вряд ли, дисплей-то больше. Камеры на 16 и 20 мегапикселей с, надеюсь, улучшенным качеством, но и, видать, все еще неполноценным оптическим двухкратным зумом. Фронталка на 20 мегапикселей, цена 499 долларов, на двадцатку дороже пятерки и, например, на 40% дешевле аналогичного Mate 10 Pro. Надо брать. Официальный анонс состоится в ноябре. Тэшка фактически новый смартфон, а не какое-то минорное обновление в новом цвете с чуть улучшенными характеристиками. Вышел бы такой аппарат у А-бренда, ему бы 100% присвоили новый порядковый номер. А тут ребята скромничают. Похвально. Тут, кстати, и HTC откинул рамки и планирует обновить свой флагман с широкими полями. Модель получит название U11+. В корпус с габаритами юшки установят четкий, как минимум в сравнении с OnePlus 5T, 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880 на 1440 пикселей. Сканер с царского места отправят в ссылку на спину. Выглядит на утекшие фоточки не очень, но надо смотреть в живую. Тайваньцы и любят сложные цвета, которые красиво переливаются на свету. То, что характеристики без изменений не удивляет. На данный момент все равно нет железа лучше, а вот емкий аккумулятор на 3930 мАч это настоящий шок. Первая нормальная батарея? За 4 года? Неужели вы HTC что-то начали понимать? Скоро узнаем точно, анонс состоит со 2 ноября. Надеюсь, U11+, и те пару миллиардов, полученные от Google, помогут компании выбраться из ямы, я за разнообразие и конкуренцию. Алё, Валя, нам надо поговорить насчет Алены Русь. Не успели майнеры и криптовалютчики как следует посмеяться над идеей российского правительства создать крипторубль, как пришло время немного всплакнуть. До 1 июля 2018 года Центробанку поручено законодательно прописать статус криптовалют технологии блокчейн, токена и смарт-контракта, ну то есть крипти таки быть в законе. В гастрономии принимать не будут, но вот правовой статус она получит, ура, ну не совсем. Законом будет предусмотрена обязательная регистрация майнеров и… и налог на майнинг. Его размер пока неизвестен, но, например, в Испании он составляет так на секундочку 47 процентов, добывайте вы тут воздух, а вот денежки будьте добры заплатить реальные. Вряд ли кто-то будет ходить по квартирам, проверять, не майните ли вы там где-то под столом на своих радеончиках. Но вот промышленных фермеров ждет либо переезд в другую страну, либо плотное знакомство с фискальными службами, переходящее в конфискацию оборудования. Ну или нет, как там дела с исполнением пакета яровой? Самсунг таки не смог, и это почти официальная информация. Плохая новость – сканера отпечатка в экране Galaxy S9 не будет. Хорошая новость – не будет его и рядом с камерой. По слухам его разместят либо в углублении под дисплеем, либо… либо как у всех. Уже появились первые рендеры и я тут себе думаю, может пусть оставят как было. А, и еще не удивляйтесь, но вслед за айфон 8 10 и хуауэй мейт 10 девятая галактика получит чип с искусственным интеллектом, то есть с углубленными возможностями машинного обучения. Ладно, давайте перейдем от тех у кого не получилось к тем, кто обещает смочь. Встречайте Vivo X Play 7 – самый безрамочный смартфон в мире, да со встроенным в экран сканером. Несмотря на то, что Vivo производитель номер 5 в мире по объему продаж смартфонов, я все-таки слегка не доверяю этим изображениям и мысленно добавила бы двух-трехмиллиметровую рамку по периметру. Знаете ли, есть такая традиция у китайских производителей вне зависимости от уровня черноту затирать. Сканер в дисплее у Vivo точно будет, они первыми в мире продемонстрировали его работоспособность на одной из недавних выставок. Характеристики обещают топовые на момент выхода – 845 дракон, 8 гигов, вот это вот все, а выход запланирован на середину 2018-го. Ну да, я же не говорила, что они прямо сейчас делают. Будет, но потом. Но раньше, чем у Самсунга. Музыкальная рекомендация недели – киевская группа Disappeared Completely. Самые внимательные вспомнят, что я ее уже рекомендовала. Но дело в том, что после этого выпуска новостей с ребятами связались зарубежные продюсеры и вот они перезаписали свой альбом в крутой студии с новым качественным звуком и новыми песнями. Все та же приятная, спокойная музыка, которая стала еще богаче, лучше и качественнее, теперь реально фирменный уровень. Вот такие штуки мы с вами творим, продвигаем талантливых артистов в массы и по-моему это очень круто. А так, чтобы вы не перестали меня обвинять в навязывании электронной музыки, рекомендую саундтрек к фильму «Хорошие времена» от One O' Tricks Point Never, который, кстати, выиграл Каннскую пальмовую ветвь за лучшую музыку. Очень экспериментальная, но крутая электроника. Фильм, кстати, тоже очень неплох, хоть и с Робертом Паттисоном. Он уже вышел в домашнем прокате, так что гляньте, если будет настроение на что-то такое темное и слегка депрессивное. История простая, но снята красиво и очень атмосферно. Паттисон, опять же, не бесит. Сюрприз. Ну а вообще, какой вам смысл что-то советовать, если вышел второй сезон «Stranger Things» и вообще удивлена, что вы сейчас смотрите новости, а не его. Надеюсь, к следующему выпуску я поправлюсь. Ну, типа, выздоровлю, а не на 20 кг, не мечтайте. Новостей точно будет много, старт продаж айфона, глюки айфона, вздутие айфона, новые глюки iOS 11, в общем, все, что вы любите. Ну а пока спасибо за просмотр. Каждый ваш лайк понижает мою температуру на 0,01 градуса, и каждая подписка приравнивается к одной десятой таблетке парацетамола. не волейте и до следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!